Привет студент! О сегодняшней погоде приятно узнавать по фотографиям из инстаграма. О самых ярких и свежих новостях студенчества из нового выпуска от нашей команды Универньюз. С тобой я, Дарья Миронова, смотри сегодня. На втором съезде политологов собрались люди со всего мира, чтобы обсудить важные политические вопросы. Город покрылся льдом. В Татарстане это не повод для уныния. Подборка лучших скользких видео. Внимание, японцы заговорили на татарском. Интервью от первого японского татарина. В настоящее время Россия находится в особых политических условиях. И эти вопросы являются очень актуальными. О том, что обсуждали и какие темы поднимали политологи со всей России и зарубежья, смотрите в сюжете. В ГТРК Корсен стартовал второй съезд российского общества политологов. Главная тема сформулирована как российская политика, повестка дня в меняющемся мире. Во время съезда пройдут круглые столы и работа по секциям, где обсудят актуальные проблемы современной молодежной политики в России, этнополитические процессы нашей страны и многое другое. На встречу собрались представители органов власти, научные работники, преподаватели вузов, все те, кого волнует политическое положение страны. А мероприятия такие проводятся ежегодно для того, чтобы провести какие-то организационные мероприятия, для того, чтобы обменяться идеями, для того, чтобы пообщаться с коллегами из других городов, которых давно не видел, ну и обсудить актуальные вопросы вообще жизни политической России и мирового сообщества. Всего на съезде политологов примут участие более 400 человек, среди которых и иностранные гости из более чем 30 стран мира. С приветственным словом выступил и председатель Государственного совета Татарстан Фарид Хайрулович Мухаммедшин. Глубокую признательность организаторам за то, что местом второго съезда проведения выбрали город Казань, нашу республику. Для нас это высокая честь какой-то веритой церкви нашей политологической школы, развития нашей республики, активности политологов в общероссийском пространстве. Помимо ГТРК Корсен, площадкой проведения станет и Казанский университет. Как отметил Лишат Гафуров, в 1990 году именно в нашем университете была создана одна из первых в стране специализированных кафедр политологии. Оригинальные разработки наших университетских ученых и практиков кладутся в основы решения федеральных и региональных органов власти по актуальным вопросам социально-политического развития. Съезд политологов пройдет до 13 ноября, где участники поднимут важные вопросы и поделятся опытом друг с другом. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Казанский федеральный университет – один из древнейших университетов России. Он имеет свои легенды, великую историю, научное наследие. Все это сохраняется для новых поколений в музеях «Альма-Матер». Как прикоснуться к тайнам, которые хранит себе Казанский университет, расскажет Анастасия Иванова. Историко-культурное и научное наследие Казанского университета велико. В стенах нашей «Альма-Матер» учились и работали великие люди. Университеты сегодня динамично развиваются, сохраняя историческое наследие. Оно представлено в коллекциях университетских музеев. Музей КФУ находится в Казани и Елабуге. Чтобы о них узнали жители республики, в университете прошла презентация экскурсионных программ по музеям и лабораториям КФУ. Также для всех слушателей состоялись обзорные экскурсии в этнографическом, зоологическом музее и в музее истории. Отметим, каждую субботу КФУ открывает свои двери всем желающим для знакомства с университетом. Анастасия Иванова, Руслан Урозаев, Универ Ньюс. О чем рассказывает всемирная сеть, сегодня предлагаю узнать в нашей традиционной рубрике веб-ньюс. Аэропорт Казани закрыт из осильной гололедицы. Ранее синоптики предупредили об ухудшении на дорогах в видимости до 1000 метров. ГИБДД закрыло выезд для автобусов из Казани. Люди идут пешком по трассе. Только за утром на дорогах Казани произошло более 30 ДТП. Пять из них с участием автобусов. Для борьбы с гололедицей задействован весь парк специальных машин. Создатели Южного парка были уверены в победе Хиллари Клинтон. Поэтому эпизод о завершении выборов, премьера которого состоялась в США вечером 9 ноября, им пришлось переснимать и переозвучивать за считанные часы до выхода. Профессор Ливерпульского университета представил ректору КФУ свою концепцию развития совместных научных проектов. КФУ располагается недалеко от столицы Англии и известен тем, что когда-то здесь начала свою карьеру всемирно известная группа Битлз. Сейчас университет планирует сотрудничество с Казанским федеральным. Казанцам подадут острый Трамбургер. Казанские сети ресторанов присоединятся к российской акции с бургерами. По итогам прошедших выборов президента США, победителем которых стал республиканец Дональд Трамп, оперативно запускается Трамбургер. В Иннополисе откроют кадровое агентство. На данный момент там планируют открыть свои офисы порядка 40 компаний, вследствие чего потребность войти в специалистах увеличивается день за днем. Мяч, которым будут играть в Казани на Кубке Конфедерации 2017, получил название «Красава». Напомним, Кубок Конфедерации 2017 – это турнир репетиции футбольного чемпионата мира. Казань с головой ушла под лед. Такая ситуация создала в Татарстане массу дорожных проблем. Что происходило на дорогах Казани с утра, смотри в сюжете Дианы Шиловой. Утро 11 ноября для жителей Казани добрым не стало. Погода испортила начало дня как автомобилистам, так и пешеходам. Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение. Весь город оказался подо льдом, словно в апокалиптическом фильме. Деревья покрылись толстой коркой льда и не давали покоя проходящим мимо прохожим. А проезжая часть превратилась в настоящий каток. Из-за установившейся на территории Татарстана сильной гололедицы сегодня утром был закрыт международный аэропорт Казань. Нарушилось автобусное сообщение между городами. На дорогах города коллапс и многочисленные аварии с самого утра. 54-й автобус врезался в дом по адресу Пушкина, 29. А в поселке Мирный возле школы номер 129 водитель грузовика КАМАЗ потерял управление и врезался в хлебный ларек, расположенный возле проезжей части. В социальной сети Твиттер разрываются и от видов казанцев все твердят только о том, что Казань ушла под лед и стала самым большим катком в мире. Но что удивительно, некоторые жители Казани нашли себе новое развлечение даже в такую погоду. Предлагаем посмотреть небольшую видеоподборку. Ну кому по-настоящему понравился вкус льда, так вот этому пушистому мурлыке. Диана Шилова, Универ Ньюз. Следующий материал мы только что получили из Японии. Студентка Фуазад Кашапа взял интервью японцу Юто-сан, который в совершенстве говорит на татарском языке. Внимание, интервью от татарского японца. Более подробный сюжет смотрите в наших следующих выпусках. Диана Шилова, Универ Ньюз. Универ Ньюз. Как вы здесь? Вы живете, Юта? Да. Один из вас, как вы? Как вы? Как вы? Меня зовут Юта. Я вас зовут Юта. Я вас зовут Токио. Здравствуйте. Я не беспокоился на Ютубе. Если в Куре, если вы не хотите, если вы не хотите, то я хочу сказать. Я ваш Ifsов придуyalин из вас и вскар weiteren食べ выигрыша и ждите выигрыша. Что вы хотите, Юта? Вы которую вы выбираете в Куре и это время? Я прошу только 5 лет. Я прошу только чем, . ЯH SaiT Soho. Я была зрителия в Куре. В Куре и я. В 2011 году ты начинал в 2014 году в олимпиаде. Да, я работал. Ты работал в олимпиаде? Я работал в олимпиаде. Что ты говоришь? Русские говорят, что скромные японцы в этом году. Вы работали в олимпиаде, а вы работали в олимпиаде. Как ты работаешь в олимпиаде? Я работал в олимпиаде. Я работал в олимпиаде. Я работал в олимпиаде. Я работал в олимпиаде. На сегодня это все. Смотри универньюз и держи руку на пульсе самых актуальных новостей студенчества. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова